Дорогие друзья Я готовлюсь морально Я морально готовлюсь орать за монолит при каждом убийстве О да Ну это мы с тобой сегодня тоже реализуем Как и наш предыдущий проект, конечно же Вопрос в следующем Ты помнишь, да, прошлые драфты? Да Примерно, баны У меня были вопросы, посмотри здесь Идеально, четенько, прошлись по сильным сторонам Вы брали метовых героев И сейчас начнется вот это вот Раздрафт, личь, не личь Ну интересные раздрафты в любом случае То есть уже не совсем те герои Которыми играют буквально в каждой игре сейчас Keeper of the Light появлялся От Liquid в финале На секундочку В последней карте Вместе с мипарем И вчера у NS был С Леоном Видел, видел? Нет, я не видел Бесконечный дизейбл Типа он же понижает очень сильно Кулдаун текущих Да, да, да Обилы, которые были использованы Да, и он там добавил хекс во всех Стан во всех Хекс во всех Стан во всех И так далее Ох уж эти фишечки От NS Да Ильич все-таки доезжает Моментально Лид Бесмастер Да, говорилось уже о том Что действительно Будет на Личе играть Пятая позиция Команда Монолит Это Ну, по сути Сигнатурный герой Да и не то, чтобы Очень много других героев На которых мы могли видеть Это вообще игрока Мы видели Оракла От него Мы видели еще Нескольких интересных персонажей Но в основном это Лич Осталось 5 секунд И на самом деле Вот теперь, когда есть Ильич Бесмастер У тебя очень сильно подрезается Пул героев Которых ты можешь Себе позволить взять Потому что берешь Какого-то там Солов из ДПСера Ну, вроде как-то Не очень хочется играть Потому что Вот Лич вешает армор Берешь какого-то героя Без делюзий Не очень хочется играть Потому что Бесмастер Дает рор и так далее Колгот будет играть На Личе Соответственно Ави Воксу Наверное, неплохо Было бы что-то взять Тоже Ави Вокс считается Свой никнейм Вот насколько я в этом случае Вчера от его же знакомых Его слышал Но Смысл в том, что Он У него Очень ограниченный Пул героев И герои Которые очень хороши Были в предыдущем патче Но в патче 7.2.0 Они уже не настолько хороши Это Аркварден Это Мипа Это Визаж ОД и Бруда То есть вот такие Довольно-таки Нормальный пул Такой Бустерский Бустерский пул Да-да-да-да То есть Эдакие Неприятные Неприятные герои Из паблика Что ж Посмотрим Посмотрим Как он это покажет Мы видим Что Unchained И Спортс Опять же К этому готовы Они забанили Сразу же Мипа И в принципе Наверное В этом патче Остальных Видимо Не так сильно боятся Раз забанили Только Мипа Действительно Из перечисленных Но героев Не так много Персонажей Которые сейчас В этом патче Прямо-таки Разрывают Ну на самом деле Повеление Какой-нибудь Аркварден Я бы тоже посмотрел Я уверен Что он могет Он могет Но Мипа-то все-таки Подняли в этом патче Хотелось бы на нем Поиграть Да, Аркварден Все же Немножечко ослабили И Это понятное дело Что ослабило его В разы Потому что Многих персонажей Усилили Которые хороши Против него Мы посмотрим Вообще Что из этого выйдет В принципе Так как этот игрок Играет на Аркварден Я предполагаю Что команда У него тоже умеет Играть с Аркварденом В пятером Потому что все же Это персонаж Которому нужно Прямо Весь свой Плейстайл Менять Именно под этого героя И Нужно с этим Что-то делать Команде Монолит Если они действительно Собираются делать Использовать Аркварден В этом пике Против команды Я думаю Что против Котла и Оракла В целом Конечно Герой зайдет И он хорош Но не стоит На этом зацикливаться Возможно Появятся какие-то Другие герои Не менее сильные Не менее метовые А вдруг А вдруг Действительно Сейчас Покажешь что-то новое Вдруг Я бы хотел На Ховснайт Посмотреть побольше Но это пока Только как задумки Слишком Он такой Не распробован Еще команды Потому что Мы могли увидеть Только от Нави Один раз В групповом этапе Вместе с Поман Там ходил Просто щелкал Ну да Не самый излюбленный Герой За последнее время Можно А зря А зря Потому что Вот ему дали возможность Вот ты делаешь иллюзию У тебя их сразу много На шестом уровне И первый удар Всегда крит Ну представляешь Посмотрит кто-нибудь Из команд Нашу трансляцию Потом Прибродкастом Я не знаю Свою же игру Опять же Будут смотреть Им достаточно было Посмотреть Вот мегафон Винтерклэш Если бы они это сделали Там идет акс 3100 хп Его просто Утирало с карты За один удар Это такой колоссальный Дипс Почему это игнорируют Ну Участливого На самом деле Да А сейчас у тебя Именно вот сделали Возможность крит С первого удара Всегда То есть Это билка такая Работает Это жестко Ты прыгиваешь Да Чуть послабее крит Да Он там минус армор Не вешает Но он Прокнет Сто процентов И на слотах Буквально двух-трех Это убийство Вражеского героя Всегда Законтрите Это чуть тяжелее Он и сильный Милишник И силач И с иллюзиями То есть У него есть все Что надо для жизни Я уверен Что это еще Мы к этому еще вернемся Это еще взлетит О Кстати Скорпион Давно не виделись Я за все время Буквально Скорпион Ну имеется в виду В драфтах Потому что не пикали его Не давали никому Из всего что я видел Только нормально С ним более-менее С себя чувствует Медведь Потому что он выгоняет Его рором И попадает из песка Всем остальным Очень тяжело драться Под этим постоянно Текущим дотом Даже если его видишь Даже если стоит Синтри Он все равно Очень мерзкий Неприятный персонаж Очередь сил тьмы Выбирать героя Очень приятно Царь Очередь сил света Запрещать героя Тадна Очередь сил тьмы Запрещать героя Даже скорее нужно Это сделать Можно даже брать Любого там героя С простынюком Больше чем Две сотни урона Как бы это ГВП Для слабых героев На линии А мою предыдущую фразу Кстати не было Сейчас слышно на стриме Да Ну и ладно У тебя шизофрения Прямо таки Во время прямой трансляции Вдруг обострилась Давай я тоже буду Выключать микрофон Разговаривать Ну тогда я тебя не буду слышать Я на трансляции Тоже не буду слышать У тебя не получится Почему я буду делать вид Что я говорю Но я не буду говорить Окей Окей Законтрю ситуацию Ладно Пугневич Что думаешь Против Манки Кинга Уже неплохо смотрится Против Бессмастера По фокусу героев Тоже неплохо смотрится Но вот проблемы Большие очевидно С теми что магического урона Хватает Лич Земеля Ну пока Пока Действительно этот магический урон Хоть каким-то образом Ну с Энкингом переживается Оракл опять же Будет под это все дело Сейв кидать И Котл Если вдруг Доживет здесь До Аганима В чем я очень сильно сомневаюсь Сможет Просто-напросто Подхиливать своих тиммейт Аганим у Котла Мне кажется И вот после этого Аганима Абсолютно никаких шансов Вожжевый монолит не остается С нынешним пиком Но мы еще не видели Пятых героев Поэтому может что-то измениться Зачем ему Аганим сейчас? А там Все изменили Сорян Сорян Если я правильно помню Смотри Короче у тебя сейчас нет рекола Очевидно Большой минус Он теперь у Чена Вторая проблема Это то что у тебя При сборке Аганима Не дается Спирит формы То есть тебе все еще нужно героям Стоять задавать первый спил Ты можешь поставить и отойти И ночью он не хилит Точно так же как и раньше Ну я вот именно по поводу подхилов 4-2 ты ничего не получаешь Почти кроме там Разового бустера На 5 минут Во все Теперь разъяснил и мне И трансляция Спасибо тебе Что ж Ждем Последний на самом деле Пик для Unchained Esports Вообще думаю что в любом случае Здесь если какой-нибудь Тракблэйд сейчас появится Для Unchained Было бы вообще интересно Хотя кстати в бане Он или не в бане Он в бане как раз таки На последний пик В бане да Вот такого героя Не знаю может быть Даже какого джиггернаута Вспомнить Я вот не могу придумать То есть Вся линия будет Бестмастер плюс один Это очень неприятно Для любого кор героя Знаешь вот ТБ Очень хорошо смотрится С котлом Именно из-за того что Котл хилит его иллюзии Котл хилит его самого И в какой-то момент Он позволяет нажать Сандер В нужный момент Для того чтобы поменяться С противниками хитпоинтов Потом еще может быть И отхилится Да А медуза Кстати медуза Медуза тоже более-менее Неплохо То есть Если у нее с маной Проблем не будет То Значительно Котл Пытаясь ее отхиливать Да и в принципе Оракл Будут Увеличивать ее Выживаемость У самой проблем нет Из-за таланта На плюс Монастил С змеи Кидаешь змею Там По двум Три героям попал Уже пол столба Вы себе резаешь Поэтому Просто котел Хорош тем Что он тебе будет Снижать кулдаун На змею Ты можешь Кинуть одну Кинуть вторую Выживаемость Конечно колоссальная Будет из-за этого Опять же Можно пробовать Разгонять Таким же способом Перпугневича Ставить доп. палку В драке Есть варианты Использовать Интересные герои Да Ну что ж Ждем завершающего пика Для команды Монолит Пока они нам Не показали Всего своего Многообразия Вот Манкикин Кстати Манкикин Куда ты думаешь Пойдет На легкую Все-таки Или на мид Мне кажется Что на легкую Зависит от того Куда медузу Поставит То есть Ее бы застапить Вот непонятно Опять же Скорпион по идее В сложную линию А в центре А в центре И в легкую У тебя два варианта Один Пугнамид Медуза легкая Или наоборот Медузами Пугнамид И Я бы ставил Наверное Кабмид В любом случае И даже И шел бы Треплой Давил бы Эту медузу Или Пугневич Кто там будет Потому что Слабая линия будет Но из того Что явился ОД Возможно Они все Переначить Переделают Ну вот Мы сейчас Видим Что все Таки Ави Вах Будет исполнять На Аутур Деваури Он входил В тот список Героев Про которых Я говорил Из его пула И Смысл в том Что Ну давайте Все таки Разберемся Кто на ком Еще будет играть Потому что Не все Тут ребята Знакомы Колгот На Личе Орбит На Бестмастеры Киска На Киско Да Друзья У меня Отлетел На секунду Звук И Поэтому Сейчас Все Экстренным Образом Восстанавливается По-быстрому Inmate О Да Прекрасно Меня слышно На стриме Меня слышно Тебе Значит Все окей Да Просто два микрофона И В одном Все работает В другом Другой почему-то Вылетел Прям Полностью В общем Все окей Стрим идет Мы с вами Доту видим Единственное Что Наверное Звук Не так Хорошо Слышим Но Это Я сейчас Тоже Очень По-быстрому Пофишу Друзья Извиняюсь За технические Неполадки Ну да Это Достаточно Интересно Действительно Все таки Все таки Вы довольно таки Сильно Изменили В последнем Патче Теперь Станет Если вдруг Кто-то Не знал Хотя я думаю Что уже Все знают Rolling Boulder Замедляет Boulder Smash Ну а Геомагдантик Грипп Примерно Так же Работает Как работал До этого По сути Я вот не знаю Даже это усилило Все таки ЕС или нет На твой взгляд Да 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 Действительно Так Работает По одной Цели Ага О Да Друзья Значит Извиняюсь Значит У меня тут Немножечко Шизофрения Появилась Той самой Я так понимаю Это карма Я постараюсь Побыстрее Это исправить Честно говоря Даже не знаю Почему Такое Случилось Но В любом Случа Продолжаем Продолжаем Смотреть За игрой Тут неплохо Подрались На руне Я параллельно Пытаюсь Фиксить Проблемы Так вот Значит Все-таки Про ЕС Мы выяснили Что он В данном патче Стал Ну непонятно Еще сильнее Или слабее Потому что АОЕ Стан Заменили На АОЕ Замедление И это не то Чтобы прям Вот полностью Все поменяло Я пытаюсь Эту ситуацию Пофиксить На самом деле Такое ощущение Что стоило бы Мне просто Попытаться Заново Включить Мои наушники Старые Да Звучит как Хороший план А Вон Теперь кстати Появилось Все появилось И я думаю Что вы все слышите Я просто Обычно Как это работает Если что-то запустилось И она работает Я ничего не меняю Пока она работает Я понял На стриме просто Задержка Одна минута Поэтому Меня испугали И в последний момент У тебя уже был звук Все вроде Разобрались И Все у нас Будем надеяться Будем надеяться Я слежу за тобой Это прекрасно Так вот Собственно Давайте все-таки Разберемся Опять же Что в это время Во время этой суматохи На линиях происходило Пока ничего не произошло Никто никого не убил Аутур-девавр На Мидл-позиции С семью крипами Довольно-таки неплохо Пока эту линию выстаивает Чуть меньше добила Медуза Четыре крипа У него всего лишь имеется Он ей сильно мешает Тем, что прячет Астралы И в это время Пытается активно крипать Да Решает эксперименция Он именно Хорошо это чувствует Понимает Сколько надо уроны дать Сколько с Астралы Доми же нанесется Когда вот Юнит вылезет из него И вот за счет этого Забирает лишних Скажем так Крипов Которых не достает Потом Медузе Но особо на эксплу Я так смотрю Это даже не сказывается Разница буквально Минимальная В одного-двух Крипов Но вот в плане денег Конечно Все куда хуже Вот у нас первый фраг Вразумен Параллельно сразу Да Тоже забирают Еще и Манки Кинга Идут дальше Запуганный Будут пытаться Пребывать просто Всем что у них есть Но А закатился А получилось Зарвать А Оракла Забрать с собой А получается И 3-2 В итоге счет Становится Причем в пользу Команды Под названием Замонолит Замонолит Да Я думаю Сейчас мы вместе Закричим Ну не Ну то есть Я думаю Как раз Делал паузу Чтобы я Смог красиво Ворваться Ничего Ничего Теплей Мы с тобой еще Наработаем Наработаем Поднимем До должного уровня Так вот Я еще раз На всяком случае Сейчас вернусь И посмотрю Что нет Никаких проблем Со звуком Как минимум Пишут Что я уже появился Поэтому все Будет ок Да И звук игры Надеюсь Что тоже Имеется Через минуту Узнаем Там драка В боте Пошла очередная У бестмастера Большие проблемы 40 хп Ну вроде как Зарегенился Там пропал щиток Все что можно Приключилось Так Орбит Здесь чуть От крипов Не задонавился На самом деле А может быть Лучше задонавится Нужно быть Но он умрет Да Хотя Тычка Броней много Орбита Орбит толстый Бронированный персонаж Все живет пока Ты посмотри Он выживает Нету перифейнг флаймс Ооо Не выживает Что это Очень много времени Конечно выиграл Знаешь Он мог С тем же успехом Не выжить Когда его начал бить Медведем отгрушитель Да 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 О чем речь Можно было Сто курини Просто не бегать Сразу погибнуть И уже обвернулся И уже было полезно Ну ладно Не важно Это не критично Оказывается Не в плюс и минус Потому что против Все же тоже за ним Делают Но в это время МК Пересунуть в топ Делать фракт на Скорпионе И получает Хотя бы какие-то первые деньги В цели нападения Вхатывается Замедление Вот он Дэмэдж Вот на замедление Замедление Щеточку Еще один Сайленс И минус 2 Оркл Не смог Спасти Не, не, все нормально Я просто наслаждался Я нашел Себе Захила Да Ну и за счет палки Выживает Так, конечно Сейчас Смотрят его здоровья Снега Тычка И прям Видно Срабатывает Скорпионом И второе Срабатывание Да нет, а там ж не настолько много урона Там, если ты, допустим, бьешь крипа и удваешь его на первом уровне обилки Это 90 урона А если просто тяпнул кого-то и он не умер То это 20 урона, а 27 к там и не за ни в коем образом И там потом вот будет 220-110, то есть разница всего в два раза Ну, сейчас у 90 и 20, сам понимаешь, это не то Стаке фармист-скорпион Нож, посмотреть, как тут выглядит Терриа почти, почти все здоровья Ха-ха, примет классно Ну, это, ну, не очевидно, что-то фармит Оу, я смотрю, вот, на меча, который здесь у нас что-нибудь сделать Ну, очень много границей, я лебеду, потому что они до них так понесутся А убить они его быстро не могут на самом деле он еще сможет котла убить если вдруг котел останется здесь так суши опять не уверена помню теперь тебя нет на звуки есть только я все теперь есть теперь есть абсолютно все если звук доты тоже есть то мы собрали это бинго на верхней линии все-таки забираются леча идет погоня погоня дальше от ворсес пытается пробить оракла и за вери феймл с такими тэпами скорее всего все же отправиться в таверну хотя стики отпевается еще раз приходится здесь уже распирита забирать да теперь а секунду опять что-то сломал а я вижу нет все все я есть я так понимаю просто меня надо погромче немного сделать и все будет хорошо откомментировали нормально карты хорошо у меня переключился один микрофон на другой я не знаю что творится с моим пк но это конечно меня не оправдывает все фраги пропускаешь так 11 5 счет 3000 преимущества за команды рейтинг нападение еще раз в боте да да нет еще вот щита кабан тоже не успевает занимать начало будет щит пошло первое замедление второе на вот эту сущий в области действий вопрос только что ухватили урона не хватит это он выжил который выживает убегает не было бы у него патинка наверняка все был бы скорее всего погиб там что кабан таких не прощает на приобретение прям таки знак качества 2014 года ты про стрим или про игру про игру который впитывает станы ну ладно наверху кстати говоря очень далеко зашли уже ребята из команды товарищ на уроке который пролетел на сейф находясь центре спалил эту вылазку всех показал и веду сера подставилась очень некачественный игрок уже не да ну все равно очень далеко пришлось за ней лезть ребятам из команды за монолит ждем дальше угна подцепили начинают пробивать и пухну визу тоже убирает очень быстро кстати что делал что делал слэш страйк в этой ситуации вообще внизу зачем он там нужен там же нет никакого чем там есть vision и почему подставляется просто после этого вижена может быть я просто чего-то не понимаю никаких идей нет но возможно он работа по стратегии tops на сын то где ты просто идешь секундное поводение в топе скорпион вроде как сэвид должен убегать да все он живет на стадии то есть собственно какая была не топс на этого каким это где-то идешь и даже власты даже если умираешь ты просто мешаешь мешаем шишки дашь гэш в итоге дашь очень много лице и команды потому что у тебя core не получать такой агрессии а брожки получает но вот здесь это явно не так здесь мк фармит и бестмастер много получает уменьшить просто гибнет чем лишь даже не со мной либо покупать просто бегает в 2 мантии по балансируем в итоге 3 в 1 медуза снова души левел 5 просто прогоняет прогоняет медуза ну лишь такими топами поплатиться за это может тут все-таки два тема и на должен должен это сделать опять же подрожки шарен но я просто сильно смущает что у вас есть медуза на которую сделана ставка в игре который приходит вот так вот саппорт мешает мешать мешать и никакого вообще действия не происходит только вот один оркал молочина хотя бы что-то делать понимает как они вообще выигрывать собираются да пока уж там сам в игру не крикнет и скажет что придите помогите могу фар так вот проблему пуганы внизу тоже каким-то образом она выходит очень странно опять на киска пытался высасывать из него жизненные силы с помощью своего ультимейта но по итогу просто-напросто бестмастер подошел дал буквально пару тычек и этот парень отправился в таверну пока и у меня вопросы к игре пугна как-то уже убирают и примерно на 4 смерти лишних не играл пока что они же все начинали здесь три пола и мне казалось что они должны в этой линии в кучу макросхаста даже может быть выиграть тебя же диклип в диклип закидывается из пола и оракла и там бодро ты нормально выбежать не может что минус успея было это он так откидывает манки кинг на верхней линии тоже все-таки умирается как никак его здесь вместе с пугами подцепили да да здесь это так получилось нападение в топе копает мимо в бойте параллельно ну и да вот пошла перетяжка пошло сайлент с умедлением мажет всем мажет и в итоге сфорстафа воды не догоняет умеевич возможно выжить очень разворачиваться много урона посмотри очень неплохо высосал сейчас здесь это получилось этого героя забирать спирит большие проблемы хотя на самом деле подвелось дом они абсолютно все по четверым задувочка как же они все горят как же много делает кипров залает этом файте и походу все-таки уйдется хотя нет тиско идет туда нужно получить определенный бласт и отправляя сам товар в итоге файт 1 в 3 и 1 в 3 в пользу команды сверху в пользу команды дайр чем потеряли всего лишь саппорта который у меня особо-то жалко медузы поучаствовал драки заработала денег угневич поднялся из-за все вот свои старые при грешении отыгрался сразу глядишь языком бачит действительно очень неплохо подняли с этого файта при этом смотри у нас еще скорпион который драки не участвовал уже активно подпушивает вот линию и старается кого-то стянуться мне сюда же земель а будет ли попытка перехвата должны были видеть поморгали вроде как куда надо но вот как-то решили не проверять сколько он все про них теперь знает просто выгрызается дальше по лесам помощь килл-глейдам а вот именно башня в топе падает ну что ж пугно пугно которое практически сейчас ничего нет все-таки появился эзерлендс есть 2000 голды сверху и такими темпами довольно таки скоро появится уже и у то есть в принципе довольно таки даже неплохо все оказывается у той самой пугно который мы так говорили в принципе четыре раза она умирала а по нетворс он не сильно стоит от ода и в итоге одна драка плюс вышки он уже топ-1 этой своей команде с большим запасом и почти обогнал ода и тут же смотри это ммк в центре что бласт ультимейт минус половина здоровья никого регены даже близко нету спасает что земель а собрал урну есть заряды ну что ж пошел за руна инвиза будет ли какой-то врыв под это дело явно противник его не видел никакого даже рядом вижу не стоит жмется смог да не отцвете на топ а там никого нет они об этом не знают ссори у команды не по всей карте как у нас комментаторов да это большой недосчет с их стороны было бы сильно проще испанить или для них самих но чего нет того нет в итоге выходит что вопрос забирает вышку вот и вот это же смог заселиться сделать репорт живет все на своих героях фармящих формят на гонгающих пытаются сделать мерять по карте подпушивают бист вместе с им карус все-таки пришли сюда с маке неплохо было бы сломать тир 2 табор есть некрачи некрачи правда скоро закончится но мне кажется что все таки должно здесь хватить урона тир 2 тавр разменять на другой тир 2 тавр хотя тут блинк наверное все же не сможет догрызть тир 2 на боте но на медл линии у нас планируется драка за тир 1 команды монолит так летает ес начинает пробивать гиперзелайта ес просто-напросто сейчас получает огромное количество магического урона на от пугны есть вело визб цепляют неплохо работает также еще и стон гейс на оркла стон гейс конечно синестер гейс и оракл пока что живет но ненадолго ненадолго потому что после астрала его сразу убивают пугно очередной декрепифа и будет пытаться пробить мканом как говоря сейчас неплохо было бы все-таки отсюда уйти уже наверное ворстлес просто пытается убегать же весь лена который бежит за ним сейчас случится в этой ситуации подкопал не очень удачно не сбили ультимейт на все-таки догорается догорается на пленка в итоге оба скорее всего тоже убрет кампиона и скопиона выживать по сути мэйта удается не разменялись вопрос теперь без мастер нашел драку а по силам ли ему всех здесь убить получается получается смотреть дальше земель еще есть косты можно попробовать продолжать чем-то сбить нужно просто катиться мы решили видимо не лезть это может быть команда была что уже все не тянем ребята отходим трак длиной в жизни я хотел сказать что даже этот fight recap не может выдать полную картинку он потерялся где-то в середине просто выкинул героев да не ожидал не ожидал что будет еще продолжение ну действительно там уже просто умирают одни герои возрождаются летят куда-то файт обратно и снова там преимущество численное за одной командой меняется на преимущество численное за другой командой и в итоге действительно просто какая-то жесть произошла но мы на графиках можем посмотреть действительно в чью пользу это жесть это жесть конечно в пользу команды анчейн в первую очередь да я не вроде почему сделали не сильно-то больше фрагов я даже сказал что они наверное всего на один больше спорте сбили на меня скорее всего в этом и дело что там у нас получилось ну тут даже видно что-то берега на и 250 голды потом били допустим карпиона 319 с разницы по деньгам существенные заметные 60 голды здесь 60 голды там и вот уже 180 240 и так далее да друзья во время паузы хотел бы вас попросить все-таки в чате написать нормально ли все по соотношению звука потому что это к сожалению сам сейчас не смогу посмотреть это будет выводиться на стрим вот если вдруг вы хотите доту сделать погромче или например инмейт погромче зла то может быть хотят сделать погромче лучше нормально нормально я могу так хоть весь день разговаривать жаль ты не отставил я тогда специально бы говорил очень тихо что все просили сделать погромче потом как жахнул эх был бы сейчас другого микрофона тоже мог сделал погромче буквально да 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 в колесиках так баунтирун так запомнились че драка началась в давным-давно нереально же взяли балансируны в боте как-то смогли она началась на медиа тебе скажу то есть это плавление начали чем до 15 минут они вот во время драки перешли вниз взяли балансируны 2 в ноль по идее забрали для себя чей еще две в топе лежат туда даже никто не повелся не побежал хотя вижу на вот эту руну который там лежит есть и 1 и 2 команды ну вот во время этой ползания их и заметят там уже поморгал земель а что ребят надо забрать то есть да 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 лежит говорит а там уже мк летит виде курьера свершить торопится до баунтируны все таки дают сейчас очень немалое количество золота очень немало преимущество которое ты по сути если там если ты всегда собираешь три баунтируны то твое преимущество при прочей равной игре наверное минуте на 30 это там что-то около пяти тысяч наверное если так посчитать смысл в том что там 5000 на 30 минуте это все равно уже такая довольно таки неплохая прибавочка к тем пяти тысячам которые ты пробегал там подрался совсем большая прибавка там конечно не 5 вам чуть меньше идет но все равно то есть если есть возможность сделать бер 5 фрагов или взять 4 руны почти в любом случае 4 руны это дороже да да это действительно очень очень неплохо может пробусти ту или иную команду по голдя что же возвращается в другом мы с тобой кстати среагировали быстрее чем доты про это сказала писала саша может быть может быть то есть ты про то что сверху сверху расслаблено за счетчик да 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 красиво теперь буду хвастаться друзьям за предельно не человеческой реакцией тем что я быстрее чем дота зачастую мальчики об этом не хотят не то вечно что у нас готов фентагон меня селищи уже вертик уже летит первотировать густ урона будем вот так называть сейчас ты понимаешь на воде грипп да все что у них есть закидываем заливаем да там очень-очень много чего можно внести кстати хил оркла все-таки крипом работают очень приятно в плане того что ты с при фанг флеймс намного больше дамажа чем потом активы примерно столько же уже хотя бы ты даже можешь не париться просто вкидывать а если потом снимает свои лечащие бафы при помощи очень надо это вообще хорошо в общем на данный момент первые претенденты на максимальный пик за интернешнл 2019 это была пукна плюс 40 вполне кстати верю 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 inside информация друзья можете раскидывать уже всем своим друзьям в твиттере за полгода еще будет хотя бы один-два патча а то и три и все еще сто раз меняется кстати вот ты говорил что-то про самый быстрый между прочим самый быстрый мобильный интернет от мегафон и мегафон это все-таки генеральный спонсор этого турнира так что друзья поднять щиты за безлимит и в том случае про это не забывайте так вот вернемся повышен можно в чатике спамить уже повышен сейчас пробивается потихоньку вторая вышка с вами кстати реально бодрая тема бласт разливается мана второй глаз как этот тавер сейвить повторять через три секунды вполне возможно но тут на стрёме стоит бейсмастер там еще же линзу взял чтобы закидывать с того двора не подставляясь под рейндж вышки бах бах все минус вышка да просто как-то супер вас его понимает что нет ману полнее часа подрасту не сможет пытались сбить мк не получилось то хотя бы не пускают и в ответ а в ответ амка как-то очень неудачно запрыгнул он прыгал у него было два заряда джингу мастера тем не менее они вы уже слетели перед тем как у него от кдшился подло страйк в итоге прыгают на оркла орклы скорее всего здесь все-таки заберут должен быть сейчас соседа гейс хотя почему-то его очень быстро отменяется колгот но ладно забрали этого парня пришлось конечно использовать чин фрост но в итоге все же есть убийство так и кого-то еще цепанули котел без телепорта нет его танец ванули он заманцевал сам и что нет они догадываются что он где-то здесь был они же видели его задувку но при всем при этом не нашли а это в это время пока вот эта вся грязь происходила некто кого-то знаешь медуза просто фармил 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 и в итоге вырвался в топ-1 в своей команде уже почти на лоды вот я многократно говорил о стаках в этом патче и на мой взгляд сейчас всем командам нужно научиться делать стаки и делать их большом количестве потому что что медуза что аутур девавр что та же самая фантомка первой степени очень способны их фармить и фантомка может там любое количество стаков зафармить со своим бэфом много героев есть которые могут это делать фантом кстати может даже на работации без бэфа просто с талантом да ну что сделать вариант куча говорю к тому что надо делать их надо контролировать их надо не давать делать картинку ты же сам видел причем в самом начале игры вот у нас вот здесь были статьи скрепионок фармил не смогли помешать и потом сейчас были были все эти траки медуза делала себе стаки тоже фармил может быть после игры посмотреть количество сделанных стаках одной и второй команды просто сравнить сработали сколько денег с этого получили ну я уверен что они получат очень немало денег с этого всего если кто-то кого-то перестакает потому что в какой-то момент была мета с свеном то есть свена собирать через доминатор тогда еще доминатор все-таки давал тебе лайфстил обычный и ты просто приучал крипа шел им стакать убер много стаков и после второго уровня ультимейта ты все это делал фармер получаешь с этих стаков около полторы тысячи золота что-то что-то в этом роде в паблике вспомни луну и тогда все герои каждый каждый вообще не стеснялся там фото джиггернаут покупал сюда потому что просто заранее знаешь что в такую секунду через жизнь вот так вот ему в проклике вишь и она автоматически стакать и даже делать ничего не надо просто как и бегать регенец из так как говорится все новые в доте это хорошо забытая старой и действительно надо бы это вспоминать пить хочется надо рамка по подбачивать пока на себя пока его команда смоках двигается у него чувствует отпрыгнуть теперь проблема улича большая ничего не смеет закинуть из-за этого просто догона стерли еще 1 земель а ну минус 2 и все и посыпались и нужно убегать уже отсюда ни в коем случае не драться команде монолит вроде как они смогли да отсюда уйти действительно все разлетелись по своим линиям попытаться еще будут подфармить почему бы и нет в принципе от урт-девавра уже имеется кая яша дальше делать все блоки бар но хотелось бы подождать перед тем как по 5 на 5 важных местах ты вообще наверно хотелось бы фатиться где-то на стороне оппонента потому что после этого никогда у тебя линия тушина потому что тогда ты сразу сможешь пойти и сломать тир 2 тавр они просто так сделать вообще было бы неплохо драться хотя бы когда тебя пока башки я буду чтобы тебя не убивали просто героев магии запрет раздавая но я вижу что у нас и мк не близко еще и у д который близко все еще без него все время закончено сейчас открывается ворота без мастер возможно даже он его убивает что что вы не наказали вообще рассчитывал что они мне очень следует так очередной раз вы наш потеряет сам king на самом деле живет по времени аллоу хитовый ты посмотри все какие каленые бляда в песке песке постоял и все в галпе но не не длинка ворваться сам в вард на передовую в наглую на суши скорпионка что очень жирный получился вообще если бы он побыстрее среагировал он мог бы иметь шансы еще убить манки кинга и аутурги вауэра потому что они стояли под его песком у того были стики и видимо просто про эти стики вспомнил поздно потому что там можно было дать пару страйк по двоим спокойно и потом это взорвать второй бы умер вместе с ним девич не доиграл в этом моменте мог захилить скорпиона я получал меньше урона чем не изливает горит но медуза почему она вообще на локграунде здесь я думаю что просто пока по союзнике время спушил т2 допустим один попытался ну да ты три но не хватило нас максимально подпушек линии кстати говоря все линии сейчас очень хорошо так спушена в сторону командам налить по финансово не все еще летят нас минуту до следующих балансерон вот я надеюсь что поднимают какой-нибудь выход что все середин коллективы обязательно при возможности забрать балансерон и пытаются заодно урвать себя какой-то фраг и вот контролить пару уронов сейчас должны собираться уже выходить по одной из сторон что она команда что 2 так можно было бы разбить даже как это смог сейчас четвером просто я не уверен что у них просто есть прокликать найти его дайву не наблюдая возможно просто все были потрачены другого случая 30 секунд и вот сейчас я вижу что одна команда прямо скучковалась готова воевать 2 пока это всего не делает но догоны доезжают новые новые уже готовы до года было три пока игра очень равная счет 27 на 17 но преимущество при этом при всем по золоту всего лишь одна ты сейчас за чем у той команда которая 17 да да это очень интересно сбывали стрики действительно подрались просто пару раз всю сторону используя определенный комбинации лист работающим ведутся ты самыми например в том числе шкур завязали даже кривса ничего не повинились не постеснялись поклинил и люби на то может его сейчас будут пробивать ссоре не выкрывать в итоге руна лежат никто их не сходил не забрал одни решили пуш решили дефать не валью на самом деле собрать 4 у нас это два это было больше не то не пугать убежал вниз забирая 2 стопе только одну забрал земель и 2 так лежит этот самый посмотри на слот медузы которая накупила после скади я как ты даже к такому что ли не готов погоди по 2 яшу получил он разобрал манту собрала скади из одного арба убрал рецепт и добрал я шикаю это очень жесткий и в принципе на медузе есть такое ощущение что это будет работать довольно неплохо хорошо будет работать на некая насколько это нужно я статье вообще не сталкивался что у народ полный артефакт не давай-ка подумаем вообще зачем зачем оба сумма игре конкретно может быть конечно что не зачем быть допустим щит работать лучше не уверенно проверять может быть она крадет больше маны с помощью я не знаю крадется на нем нет это точно не должно ну как мне больше там же отмеки будет наноситься а вот насчет по нашим поедет точно ну то есть я допускаю что такое может быть такая механика может быть но есть ли она этого я не знаю точно нужно проверять а ну ты видишь 16 процентов к уменьшению расхода и потери маны соответственно меньше стоит змейка соответственно больше ты воруешь то ровно столько же но ты можешь намного быстрее как раз себе эту ману все равно регени с помощью этой змейки то есть это действительно нажимаемость тебя немножко бустит посыл в чем система на щит дает за каждый нищих потерянной маны 2 с половиной урона впитывает в себя это именно в этом пике хорошо смотрится возможно гипотетически с кайей он будет тратить меньше маны чтобы зарядить эти 20 урона впитать например на 16 процентов будет там на его 84 мантра если работает то это убер круто это просто вовсе по-моему так не работает в это надо проверить ну у нас как раз пауза можно лоббер да то сейчас я второе запущу готов мистик снэйк моношилд значит но мистик снэйк точно пусть я на сто процентов уверен то есть больше больше дэмэджа меньше маны ты на это тратишь и соответственно крадешь ровно столько же сколько у тебя было а моношилд ну в принципе моношилд так работает как ты сказал то это реально очень хорошо это хорошие слова так готово так два блоки воружа брожат моментально медуза а не спасает не спасает кайяша хотя пока что живет есть в ручке сэнд прям ей на голову и пока вроде выживает хотя закатывается еще и с солнышко вроде не горит медуза живая медуза уходят самое главное что медуза засеяли пускай потеряли котла пускай потеряли даже санкинга и оракла медуза выживает в файте это довольно таки важно тут очень много года дело тем что у него есть ультимейт он не стесняется его нажимать он же приюзе ультимейта выжигает манда да как вообще начинался этот файт прыгнули моментально аутор девауэр вместе с манхингом на медузу под блоким барами и после этого понятное дело не захотели ребята драться из команды анчей не самый выгодный расклад для не так но они потратили секунды бака б теперь 9 и там и там вопрос сколько драк еще понадобится вот таких вот которые медузы не сможете их убить из-за бака башек прежде чем они закончатся виду заказал с толстый то есть ее вдвоем два коробеля и два кора же ее не пробили даже потратив ультимейт но она не 20 было все еще то сейчас у нее нет 800 момент пусть 700 вот совсем скоро она будет и будет уже не 1400 для 100 ну наверняка его ситуации возможно я уже не пробьют так сильно она сможет даже дать ультимейт и стоять бить не боясь что ее добьют кажется я знаю причину по которой так сильно хотели начать драку ребята из команда монолит с криками за монолит потому что ну действительно медуза после 20 уровня становится просто какой-то не убиваемый то есть если сейчас убить не получилось то в следующей драке какие проблемы с этим возникнут ну не знаю надо что-то с этим делать а что с этим делают ребята пока ничего не делают не но пока все-таки стоит отметить имеется аегис который будет действовать еще сколько четыре минуты четыре минуты большая проблема что скорпион умер и гем отдал перенуземелья и это минус вижу минус возможности развивать птиц который постоянно где-то в инвизии висят от без мастера в центре там пытался теперь котла куда тоже не должны фартанула я скоро будет хекс кстати почти же собирал денег такую да уже даже игру выиграть может дам и все тоже я как на аутурге в авария тоже есть смысл собирать наверное кавеяжа потом из манты или что-то наподавит того есть мы же искать и собирать ну есть смысл не собирать манты есть смысл сбраться с коди можно подумать а был между прочим один человек по моему играл в топ-100 сейчас боюсь спросить этот парень который очень здесь не про это парня все понятно но с коде на аутурге вавре собирали и вот в профессиональной доте я этого не видел так часто а вот в бабах действительно через одну очередь аутурге вавра полгода назад использовали с коди и это смотрелось довольно неплохо как раз после того как им орб аркейн орб изменили сделали не уникальным модификатором атаки не знаю пока собраться драку леду хотя пришел забирать руну баунти это мне оказалось его спалили он так как батится не слава потратили вело висп по итогу чтобы спастись на самом я много времени веру поэтому сойдет и в итоге 22 руном что тоже не дает мы монолитовцам добавить преимущество готовится видимо заходить куда-то из куда-то в церкви там уже речь а это очень неплохо то есть я не просто так сказал подтягивать что вело виспа нет потому что теперь придется хайграунд без него то есть это очень даже хороший такой буст по шансам для команды которая болеет за монолит безусловно ставь плюс в чат я за монолит проверим как много нас но не соль реализовать из обед не смог вылазка можно подкопать из будет достаёт как жить текст просто моментально использовали пытается правда сын кинга сэйвить ультимейтом оракла полетел так еще и под стан по есу ес в итоге все-таки забираются пока что минус 1 но есть моментально байбекается используется ультимейт однако кинга пытается пробивать медузу все это время и на самом-то деле пока медузу не пробить используется stone giz окаменел аутвар девауар все это время под блокимбаром очень неприятно потому что придут придется продолжать драку уже без бкб на медузу цепляет не дает бить оракл они идут дальше отхиливается медуза медузы полная манна но пока что она живет живет гостя говоря очень долго но наверняка все же не выживет в этом файте уйди 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 спасают вроде как пытаются что-то делать там уже третий догон залетает почти минус карту манта пинг да его добивают эпицентр неплохо прокастован получает собирать от противовара но это только лишь аегис байбекается медуза что очень важно байбека далее не будет в ближайшие 7 минут аутур девауар таки все-таки прячет персонажи телепорта не может отсюда выйти какая беда просто этот остаешься вот в такой ситуации тебе дают последний шанс просто не знаю звезды сошлись для того чтобы тебя забросил на хиграунд у тебя нет телепорта представляешь какой-то те это беда учитывая что тебе даже дали доп слот под это дело так мы сейчас будет должен должен быть астрал байблайт и все прочее лича здесь тоже не отпустят и байбеков то нет ни у кого кроме лича и прямо сейчас от медуза может подниматься на хайграу я конечно могу ошибаться это точно не сто процентов информации но похоже команде монолит сейчас придется не сладко прям совсем чуть-чуть я в там уверен один совсем чуть-чуть абсолютно полностью и все косты загибе пачки крипов но к сожалению для них то они еще и в боте подходит поэтому байдор не отключается спасает угна еще у него все что можно иначе на развороте будет рваться подкоп хороший до места и подкопали и убили все очень неприятно но знаешь на самом деле то есть мы конечно шутки шутками по поводу комбинации там пугна плюс оркал но работать то работает и работать не только хорошо работать со всеми и с медузой в том числе то есть sky как-никак но добавляет добавляется урон от способностей и это магический урон который тоже увеличивается дик ли пифаем то есть все связано все переплетено вставь иллюмината этот значочек в чат думаешь также иллюмината для лимисита схожий никнейм не надо сделать на канале смайлик отдельный да я думаю я сделаю и тобой внутри я уже об этом думал и я тебе скажу у меня довольно таки похожим образом будет называться определенный контент который все уже в ближайшее время надеюсь выйдет на канал хрухаба вот там правда не иллюмината а иллюминатор вот так вот иллюмистирование какое-нибудь иллюмистирование да звучит по мне плохо звучит обидно по моему если так кого-нибудь назвать так ладно смог есть от радиант алтур делавер рич ир спирит неплохая команда для убийства я тебе кстати не рассказывал истории у меня вчера в игре появился лесной урса мы его спрашиваем всей командой мол а что ты будешь делать на этом лесном курсе потому что у нас там уже антимаг все вот это вот да рейтинг 2000 ммр я не знаю ли сколько на самом деле 5000 так вот и он говорит буду убивать идет на линию с этим берсов так у него собственно потом мы его спрашиваем будет ли он убивать там но то есть мы 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 задаем вопросом куда ты пойдешь там в лес я не знаю или пойдешь на линию т.д. и т.п. все ответы убивать запомнил эту карту по тому что я впервые играл с убийцей в dota 2 но он не убивал или проиграл проиграл конечно же у нас же даже даже с убийцей никто не пострадал но почти только лишь мой ммр только лишь твоя гордость но и ммр это самое главное кто его знает ладно давайте вернемся к игре все таки тридцать седьмая минута у нас тут 4000 преимущества за анчейн парни парни на самом деле ну то есть это небольшое преимущество для 30 минут надо отметить ну ребята вроде как пытается что-то фармить в своем лесу как-то отходить сейчас его хрик раунда хотя конечно боязно это делать когда у турки вавры есть хекс он может любой момент ворваться и там на кого-то довольно неплохо заинициировать так подцепили здесь без мастера есть вело выезд моментально но пытается пытается все-таки этого парня забрать дэмэджа хватает с дагона там просто невероятную сумму урона на домашала пугна ну вроде повезло яска кто наделите дальше я думал это очи и загнал нормально не просто вдвоем давят те же будет новый догон аккуратнее а вот его пока бы зачем откидать земель или друг отец еще за секунд до нового тоже не получается слушай лучше бы этого не показывали сейчас есть на команда зрения на ли просто пришли задавили выбили генном сделали все что было можно сделать и медуза такая парни еще как сейчас я пойду из по ушу и все вот она уже идет и все понимаешь такую иду за что цене будет тяжеловато ничего против бабочки о да не появилась и него одного здесь явно недостаточно а его друзья без байбеков подумаешь ли с вами от игры кого не нужны очень неприятный файл для команды монолит действительно сейчас теряют они как минимум одну сторону хотя спуганы могут и больше спушить пуганами тут за да смотрите идут наверх и кто-то мог купить сам бэтр уже сделку что давайте так по две стороны это далеко не самая приятная идея ну без выдавился живы живым без мастером это все 35 драка нам надо продолжать и тратить косты цель барак на 10 10 секунд дмк жмется что можно все пошли вы к башке пошел смог справа без мастер его разревели он врывается ворокла но поздновато поздновато нет продолжения мастер просто-напросто его сейчас разбили с одного догона при паинг флеймс моментально умирает этот персонаж и а почему начали драться без манки кинга мк вот сейчас под боком баром приходит начинает пробивать медузу каким-то образом этого парня хочется убить но все еще живет ай-яй-яй-яй улетает на базу он выживает него потрачено абсолютно все хекс используется на сэнд кинга остается всего лишь три ранжевых барака для команды монолиты такое ощущение что это гг убирает без майбайка от ордевавр поздравляем команду под названием анчейн с победой в этом вестов 1 противостояния итак у нас получается 2-0 за командами с прямым приглашением пока так пока действительно никто из открытой квалификации не показал себя сильнее мне кстати обидно то есть я я на самом деле не ожидал что действительно здесь с анчейн окажется сильнее как никак монолит это наш снг коллектив анчейн это спортс эта команда такая перемешанная европейская там если я нет не ошибаюсь вообще ни одного русского нет ну там русского и украинца белорусы и т.д. и т.п. вот в смысле снг игрока и с монолитов мы больше не увидим в общем недолго музыка играла не только недолго инмейт или миссии то кричали за монолит хотя у нас так не плачь и дальше даже если их не будет каждый раз упоминать что могли бы они будут будут играть спирит и такой говоришь вот они сейчас подобная команда анчейн они могли бы играть против монолита и начинаешь выдавать все стороны но на этой прекрасной замечательной ноте мы наверное передадим эстафету крика за монолит фарсу и марталису вот потому что у нас насколько я помню всего две карты и мы сейчас передаем поток вот огромное спасибо всем тем кто смотрел сегодняшнюю трансляцию извиняюсь еще раз за те неполадки которые во время трансляции происходили спасибо тенмейт и до новых встреч давай мы увидимся да друзья вы никуда не переключайтесь безусловно сейчас трансляция будет переподнята специально для вас нажмете на f5 и вся картинка к вам вернется